Особое мнение на 101FM Огромное потрясение свалилось на нас Это уход из жизни Василия Куприяновича Сураева Который в том числе руководил и фракцией Справедливая Россия в нашем региональном парламенте Павел, в связи с этим Какие изменения сейчас все-таки в работе Фракции, в целом партии Неизбежны Хочу отметить, что конечно Это огромная трагедия для нас Для фракции, в целом Для Кировской области Я считаю, что каких-то особых изменений Наверное не будет Василий Куприянович, конечно же Вносил огромный вклад в работу фракции Несомненно, он был большой авторитет Наверное, не только для нашей фракции Для всего законодательного собрания Поэтому наша сейчас задача в первую очередь Сохранить тот авторитет, тот уровень работы фракции Поэтому в ближайшее время Мы этим будем заниматься В принципе у нас во фракции Полное взаимопонимание Всегда приходим к компромиссу с коллегами На ближайшие фракции будет поставлен вопрос О избирании нового руководителя фракции На ближайшем заседании Когда состоится? Планируем в конце января В начале февраля Поэтому особых изменений, думаю, не будет Будем также работать Стараться на том же уровне Сохранять эффективность партии В общем, как вопросы все-таки будут решаться? Каждый сможет сам за себя То есть выдвинуть свою кандидатуру На должность руководителя фракции Или как-то коллегиально будет приниматься решение? Скорее всего, будем коллегиально Ну и также, конечно, если у кого-то из депутатов появится желание Выдвинуть свою кандидатуру То, конечно, они могут это сделать безусловно Из числа представителей фракции Да, непосредственно Вы планируете выдвигать свою кандидатуру? Ну, моя позиция такая, что Я не откажусь Да, если мне окажут доверие Если предложат, например, члены партии Я не откажусь Готов возглавить фракцию Ну, опять же, я говорю, что будем решать коллегиально Любую позицию В любом случае я также поддержу Потому что у нас с коллегами хорошее взаимопонимание В принципе, я считаю, что у нас все достойные депутаты Поэтому наверняка любой из депутатов, кто возглавит фракцию Опять же, если мы примем обоюдное решение То эффективность будет хорошая А до выборы Приход нового человека во фракцию Это ведь должно произойти? Да, они опять же будут Так как Василий Купрёнович был по одномандатному округу избирался То будут назначены перевыборы Сейчас вопрос рассматриваться Я думаю, что мы будем выдвигать своего кандидата Когда? По срокам тоже можно? Я думаю, что это будет в сентябре этого года В сентябре наступившего 2018 года Ну, в общем, вы голову не опускаете Конечно Несмотря на то, что потеря, конечно Огромное Завершился 2017 год И мы много эфиров в ушедшем году посвятили тому Подведению, вернее, итогов И мы наших гостей, спикеров спрашивали о том, что на их взгляд Считается главными событиями 2017 И вас тоже, Павел, хочу спросить Главное событие ушедшего года Со знаком плюс, со знаком минус Давайте с положительного какого-то явления Что считаете? Конечно, важно, что произошли у нас выборы главы региона Главы города Кирова Считая значимым событием Был утвержден состав правительства Пришли сильные, считай, энергичные люди Достойные люди, готовые работать на благо региона Сильно энергичные правительства имеете в виду? Да, члены правительства, которых утвердили в 2017 году Был большой наплыв в 2017 году федеральных чиновников Приезжал премьер-министр Дмитрий Медведев Вероника Скворцова приезжала Даже патриарх Кирилл был, участвовал в крестном ходу Президент это не забывайте Президент Путин приезжал Я считаю, что это значимое событие Он выразил, во-первых, поддержку главе региона А это, конечно же, способствует развитию региона Выделение финансирования из федерального бюджета Что мы уже, в принципе-то, видим И в 2017-2018 году выделяются немаленькие средства На ремонт дорог и различные социальные проекты Поэтому также нельзя не запомнить Впервые, наверное, за последние 10 лет Это утверждение профицитного бюджета Конечно, он непростой в условиях своего закредитованности Но при этом удалось... Подождите, это чисто технически Ведь вопрос-то просто это требование федерации Для того, чтобы реструктуризировать нам задолженность Ну, по крайней мере, за последние 10 лет Впервые он принят, вот на моей памяти Я считаю, что это как-никак такое событие, которое запомнилось Но при этом удалось сохранить все социальные обязательства гражданам Кстати, «Справедливая Россия» за бюджет голосовала? За? 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 Да, мы поддержали Поддержали бюджет Что касается санавиации Также была возобновлена работа Если я не ошибаюсь, в 2017 году Более 500 вылетов было в районы Кировской области Это, в первую очередь, спасение жизни Жителей области, в том числе детей Учитывая, что у нас многие районы слишком отдалены Нет дорог, я считаю, это, опять же, очень знакомо Накануне буквально появилась новость о том Что наш регион признан лучшим В плане развития санавиации Также запомнился у меня закон о выделении земельных участков организациям Как мера поддержки обманутым дольщикам Я считаю, что эта мера, в принципе, должна была быть принята, наверное, и ранее Потому что, опять же, если перейти сейчас к минусовым Каким-то запоминающимся моментам 2017 года То остро стоял вопрос, наверное, до сих пор стоит обманутых дольщиков Очень много было скандала в 2017 году И на сегодняшний день пути решения появляются Но они пока не реализованы Ну и, конечно, наверное, самый минусовый запоминающийся момент Самый негативный Самый негативный Ну это, конечно, для нас уход Василия Куприяновича Для нас, наверное, самый сложный и неприятный момент А в плане коллег-депутатов в городской думе? Ну, в городской думе мы уже... Есть некое движение вперед для партии? Да, я считаю, что очень сильная команда у нас в городской думе Мы уже проводили совместное заседание фракции Совпадают наши мысли, идеи, взгляды Ведется совместная работа И довольно состав внимания у нас в сравнении с предыдущими годами У нас шесть депутатов, один из них замглавы города Я считаю, что это довольно сильная команда, эффективная И сегодня у них есть четкая позиция, видимость работы И как должна выстраиваться работа на ближайшие годы Руководит фракцией в Гурдуме Владимир Вениамилович Журавлев, напомню Справедливо Росов Ну, а в личном плане что-то запомнилось? В личном плане... В 2017 году какой-то... Ну, на самом деле, 2017 год был лично для меня интересным Опять же, в 2017 году я стал депутатом законодательного собрания Много было и сложных, и хороших моментов Поэтому я считаю, как минимум, хороший опыт и мудрости Получил за 2017 год достаточно Такую прибавку Прибавку, да Личностный рост небольшой Да, давайте сейчас сделаем небольшую паузу После чего продолжится особое мнение Павла Дорофеева Депутат законодательного собрания Кировской области Вернемся очень скоро Особое мнение на 101FM И сейчас будем говорить с Павлом Дорофеевым о городских проблемах Темах Вот я сейчас смотрю на сайте Ньюслер Опубликованы результаты проекта под названием Город России, национальный выбор 2017 Речь идет о том, что сами пользователи этого сайта Могут в течение года голосовать за тот мегаполис Который они считают самым лучшим в нашем государстве Так вот, по итогам прошлого года Наш город Киров занял 77 место из 83 возможных То есть это в самом-самом конце списка Рядом с нами Самара, Нарьянмар и Перми Значит что-то для вас такой результат? Ну, на самом деле я не могу судить сейчас И насколько эффективен этот опрос Потому что ведь вероятность есть такая Что не все приняли участие в нем Или приняли те участия, которые... А может быть он заточен был под что-то под кого-то и так далее Сложно из него какие-то сделать выводы И отталкиваться от этого результата Это я так подхожу к снова поднятому вопросу О возвращении названия исторического нашему городу Вы в курсе, да? Уже видели информацию Региональная общественная организация Возрождения Вятки появилась в прошлом году И вот буквально час назад Мы с представителем организации общались по телефону Марк Неустроев его зовут И он сказал, что есть целая такая вот концепция Информационной кампании По доведению информации до жителей областного центра О том, что Вятка это намного лучше, чем Киров Что Вятка это наши корни И только называясь именно таким образом Мы можем смело смотреть в будущее И развиваться Ну и вот у вас хочу поинтересоваться Павел Вятка или Киров Мое мнение такое, что Во-первых, очень много раз уже выдвигали данную инициативу И в 2011, и в 2012, по-моему, году И в 2009 И вообще сейчас в целом по России очень много в городах Где даже хотят референдумы провести по переименованию региона Я считаю, что, наверное, сейчас это не самое важное А что изменится-то от этого? В моем понимании, что все же бренд Вятка Это больше туристический бренд Надо больше наполнять, наверное, регион какими-то моментами Архитектурами в стиле Вятки Для того, чтобы город был более интересный для туристов А от переименования-то ведь ничего не изменится И у нас, наоборот, по-моему, сегодня Жителям страны больше нужна стабильность А у нас постоянно все стремятся что-то переименовать Переписать, изменить Поэтому я в этом смысла не вижу Смысла не видите вообще или сейчас? Я, честно говоря, смысла не вижу вообще Потому что Вятку в Киров переименовали город в 1934 году Лично я родился позднее Моя мама, бабушка Даже если какие-то родственники родились в этот период Они все равно сознательную жизнь прожили уже в городе Кирове Поэтому, в принципе, лично у меня Никаковой ассоциации с Вяткой нет И я считаю, что нет никакого смысла что-то переименовать А жить в городе Киров, который есть У меня позиция такая Ну вот директор издательства «Ократко» Час назад Евгений Дрогов говорил о том Что ведь поколение — это новое и новое поколение Для них название Киров будет значить все меньше и меньше Это мы родились в советскую эпоху И мы знаем, кто такой Сергей Миронович А для них эта информация будет уже не такой важной Не такой нужной Если говорить о будущих поколениях Может, им Вятка все-таки милее А кто мешает тогда, я говорю, опять же Наполнять город различными символиками Вятки Устанавливать какие-то скульптуры С Вяткой делать какие-то архитектурные формы Ведь этого никто не мешает Я считаю, что все же Это больше, в моем понимании, туристическое направление Я считаю, что в этом направлении двигаться и надо Опять же, моя сугубая точка зрения А вы сталкивались с такой ситуацией лично Находясь в другом городе, в другом регионе или в другой стране Вас спрашивают, откуда вы говорите из Кирова Там не понимают, а когда говорите Вятка Вот тут уже все становится ясно Это я к тому, что это тоже аргумент Евгения Дрогова о том, что для всего внешнего мира мы Вятка А вот шизофрения такая возникает Я больше сталкиваюсь, когда я говорю, что я из города Кирова Меня спрашивают, где такой город Когда я говорю Вятка, то опять так же не знают У меня больше такого на опыте Возможно, мой круг общения Опять же, там люди, которые больше прожили вперед, когда был город Киров И для них там больше он узнаваем Возможно так Ну, я считаю, что тут, наверное, надо все равно отталкиваться от мнения населения От какого-то большинства проводить какие-то опросы, исследования Но, говорю, лично моя точка зрения, что переименовывать никакого смысла нет Ну, а как оценивать деятельность этой организации, только-только стартовавшую О том, что они будут людям, в том числе с помощью листовок Я так понимаю, в почтовые ящики разносить И доводить данные о том, что это, в общем-то, не затратно и не страшно Возвращение названия города Я считаю, что пускай попробуют Пускай попробуют, переломить это общественное мнение Вопрос, если это идет не из финансирования данного проекта Не из бюджета, а как-то самостоятельно за счет каких-то спонсоров То вообще никаких проблем нет Пускай проводят, может быть, даже и неплохая идея Павел Дорофеев не поддерживает Да, я не поддерживаю Идею возвращения названия «Вятка» Хорошо, идем дальше Про уборку города хочется поговорить Вчера мы с представителем городской администрации Обсуждали в нашем эфире в программе «Дневной разворот» эту тему Одна из больших проблем Это припаркованные у обочин улиц Транспорт, который стоит сутками, месяцами И мешает снегоуборочной технике И наши власти все время повторяют Такие грозные слова в адрес подрядчиков Что работать нужно лучше И они недавно, в том числе, их обязали Отправлять фотографии Уборки В интернет-мессенджерах Вот из года в год такая ситуация повторяется Правда, надо сказать, что снега в этом году еще поменьше В прошлом году как-то позаметнее был этот коллапс Ну вот как вы считаете, такая городская проблема Как плохая очистка И несвоевременная, не оперативная очистка Вот с какой стороны заходить, чтобы решить эту проблему? Ну вот лично от себя хочу сказать Что, во-первых, в том году была мера установки Различных табличек о том, что нельзя проколаться На определенных улицах Насколько я знаю, что эффект от этого был Считаю, что это направление нужно продолжать Возможно, на законодательный уровень Вы имеете в виду, то есть до начала, собственно, уборочной этой кампании Ставить знаки, предупреждать Да, да, оповещать через средства массовой информации О том, что на таких-то улицах Планируется в ночное время, например, уборка Чтобы не парковали машины Возможно, на законодательном уровне Вообще запретить парковать машины На главных улицах в ночное время И считаю, что тоже это одна из мер На уровне гордума это или на уровне? На уровне, наверное, законодательного собрания Только выходите с инициативой Будем разрабатывать, да, вопрос В принципе-то актуальный Ну и, как мое мнение, опять же Не хватает машин Маленьких, снегоуборочных Сейчас, кстати, вот они стали появляться В прошлом году практически их не видел Которые могут чистить уже и тротуары И какие-то более узкие дороги Потому что там ездят широкие, огромные машины Довольно уже несовременные Которые гребут снег И тут же там колея появляются в другом месте Поэтому нужна более современная техника Пополнять нужно парк Ну, на самом деле, эта работа, вот насколько я вижу Тоже в этом году ведется Поэтому будем надеяться, что результаты Представители администрации сказали о том Что да, сейчас прорабатывается вопрос Прорабатывается вопрос, чтобы подрядчики Не на один год получали какие-то гарантии Контракта, там, на два года И они понимали, что они будут не только в следующем Но и после следующего года востребованы И смогут тоже закупать дополнительную технику И так далее Это абсолютно правильно Потому что даже там получить кредит Он как минимум берется на несколько лет И не понимая, будет ли подрядчик обеспечен На следующие годы работы, конечно, он несет там риск И даже сам банк может ему просто не одобрить кредит И нет возможности пополнить парк А как вам заявление главы администрации города Ильи Хашульгина о том, что это последняя зима Когда мы используем смесь песка и соли Будем переходить, например, на гранитную крошку Ну, я считаю, что в любом случае Это решение наверняка обосновано И основано на каких-то заключениях эксперта На какой-то анализах уже Нет, это пока не решение Это пока еще обещание Обещание Главы администрации Я считаю, что наверняка оно верно Потому что, опять же, я не профессионал в этой сфере И не могу сейчас сказать Эффекты от крошки Либо от бионорда Чем поступают дороги От чего лучше Поэтому, если глава администрации Планирует в таком направлении работать То наверняка, да, какие-то эксперты дали данное заключение И он от чего-то отталкивался Поэтому, значит, верное решение, предложение А вы, кстати, успели познакомиться С новым главой администрации? Дайте свою оценку Илья Вячеславовичу Ну, я считаю, что очень достойно управления Профессионалу Плюс работал на крупных предприятиях В других регионах На предприятиях, на самом деле, там, стратегически важных Где, я думаю, что просто отсиживаться Вряд ли было возможно Поэтому, я думаю, именно опыт и управление Такого человека даст свои результаты Ну, и меня всегда, честно говоря, подпитывает Когда люди не только работали В госструктурах, а работали В крупных предприятиях, там, коммерческих предприятиях Потому что там все равно немножко все по-другому Там, в первую очередь, важна эффективность работы Выжимать все возможное Из предприятия Ну, имеется в виду Для эффективности, для развития На максимуме возможности работать Ну, в принципе, как сегодня у нас вообще И состав правительства Я знаю, что многие министры там работают В круглосуточном режиме Ну, там, едешь по ночам, свет горит в окнах Ну, я считаю, это хороший показатель А может, и работают? Да, я думаю, что работать нужно На самом деле, ведь пришла новая команда Которая приняла какие-то проблемы Заботы, там, предшествующих Чиновников, там, руководителей И поэтому это совсем надо разобраться Там, наладить, навести порядок Я считаю, что работы очень много Ну, раз уж мы заговорили Про городскую власть Еще хочу спросить Илья Вячеславович Когда ему задали вопрос Насколько вы кардинально Ну, вернее, не кардинально А насколько вы вообще серьезно можете Будете менять состав администрации Он сказал, что никого вгонять, по-моему, не буду Там, вот, и настаивать На этом не собираюсь В общем-то А на ваш взгляд, Павел Насколько нужно перешерстить Перелопатить состав Городской администрации Ну, я считаю, что Перемены, конечно, должны быть Ну, там, нарубить дров сразу же Никогда не поздно Поэтому, конечно, надо поработать Там, два-три месяца, полгода Посмотреть, посмотреть Насколько действующие сотрудники эффективны Насколько они готовы подстраиваться Под тот формат работы Там, нового глава администрации А потом уже делать какие-то выводы Вот, возможно, глава администрации Там, Илья Вячеславович Сможет именно тех сотрудников Которые работали ранее неэффективно Либо им там неправильно задачи ставили С этой тоже Ведь все зависит от руководителя, в первую очередь Возможно, он сможет их перестроить Наладить их работу И они начнут работать более эффективно Поэтому, ну, нужно время Вот, я думаю, что в первую очередь Это ему нужно сделать выводы А вот самое главное Чтобы был результат Ну, для нас, для всех важен Конечный результат А как вы думаете Может быть, ввести какие-то ясные Понятные критерии Эффективности работы чиновников Они вообще есть? На мой взгляд, нет Ну, вот, опять же Я почему и сравниваю там Госучреждения и коммерческие организации Там, как правило, там В коммерческих организациях Более понятен результат И, конечно, цель, которые там все стремятся И вся стратегия, концепция заточена под это Там, в правительственных структурах Не всегда это тоже понятно Есть бюджет, его вроде бы надо исполнять Да, там есть какие-то определенные направления Поэтому, вот, я надеюсь, что его опыт Именно вот работы на крупных предприятиях Там, коммерческих структурах Сможет настроить и, возможно, Впоследствии уже разработать Какое-то там Планы, должностные инструкции Ну, более понятные С какими-то показателями эффективности Ну, и опять же, это все со временем Я говорю, там, нельзя сразу прийти и сказать Вот сегодня мы будем работать так И за один день все перестроить Но это нужно время Ну, честно говоря, вот, как работает сегодня Администрация города Я считаю, что Есть над чем поработать И много направлений Над чем? Ну, вы депутат, вы можете Вот это же уборка Давайте сейчас конкретные какие-то Да, это же уборка Указывать на какие-то моменты Это же уборка, про которую мы говорим Конечно, надо все анализировать Искать экономические Наиболее выгодные условия Возможности Ну, это много Перевозки городские Хотят поднять тариф Один из таких тоже вопросов был Про общественный транспорт Да, про общественный транспорт Ну, 22 рубля Остается до сих пор С 1 февраля 2017 года И было принято решение о том Чтобы не поднимать в этом году А хотят сделать Предлагали 24 делать Поднять на 2 рубля В Москве 28 рублей У нас что там Кировская область И город Киров живет лучше, чем Москва Я вот этого вообще не понимаю Я, конечно, не профессионал Но я считаю, что надо в первую очередь Искать возможности Оптимизации расходов Эффективности работы на предприятиях Кто занимается перевозками Потому что я уверен, что Но не поднимать Я уверен, что можно даже понизить Наверняка А может быть даже рассмотреть вопрос Смене руководителей предприятия На более эффективных Те, которые смогут Вот мы опять же говорим к тому Что какая конечная цель Какими должны обладать критериями Как должны работать чиновники Ну и в том числе Муниципальных предприятий Вот, например, Автотранспорт предприятий Я считаю, что две цели Это обновление автопарка Потому что сегодня эти пазики ездят Которые Дым от них на километр разносится Куча скандалов Повышение тарифов Куча скандалов вы имеете ввиду Вокруг АТП В последние годы Топливо Топливо Закредитованность большая и так далее Я считаю, надо руководителю Четко поставить задачу Чтобы, во-первых, тариф был снижен Там на протяжении Год-два Время установлено За этот период Нужно довести предприятие До того уровня Чтобы он смог снизить тариф И обновить Столько-то, например, Столько-то автобусов Автопарка Но не справился Там нашли более эффективного управленца Я считаю, вот такой должен быть подход И надеюсь, что Глава администрации Именно с таким подходом И будет работать На сегодняшний Это 22 рубля за проезд За билетик Много или мало? Ну, я считаю, что много На самом деле Много? Да Ну, что-то есть ряд регионов Где, там, сейчас не могу сказать точно Но мы как-то анализировали эту ситуацию Где проезд, там, ну, как минимум В более крупных городах, там, ниже Или на уровне нашего же региона Ну, так же, там, проблема существует Поднимал ее ранее Когда еще был депутатом городской думы Там, Косина, Бахта, Русская Расстояние до Бахты, Русского Такое же, как, например, там До Коминтерна, до Рингасова Ну, там у них действует городской тариф А до Бахты, Русского Уже международный Международный тариф Который, там, в два раза дороже Тоже, почему так? Несмотря на то, что это Октябрьский район города Кирова Да, Октябрьский район города Кирова И расстояние, там, идентичное Как до Коминтерна, там, до поселка Рингасова Поэтому, ну, на самом деле Есть над чем работать Вообще в плане тарифов На общественный транспорт А если и поднимать То при каких условиях? Вот мы же в последнее время Что наблюдали? Он поднимается традиционно каждый год А ничего не меняется Ну, вот я говорю Взять город Морел Зачастую такие Объедшалые Там ездят новые Современные по языке Там, вроде бы Не очень большой регион Но как-то они же находят возможность Да даже взять там Частных переводчиков В городе Кирове Которые, насколько я знаю Там, арендуют маршруты Опять же, там У муниципального предприятия Платят за аренду маршрутов Но при этом умудряются Получать прибыль Да, там, не знаю Там, постепенно обновлять парки А вот предприятие Которое сдает им в аренду маршрута Оно не может этого делать Причем, как правило Сдаются в аренду маршруты Не самые эффективные Поэтому, я говорю Ну, работать есть над чем Опять же, подчеркну Что не профессионал В данной сфере Ну, проблема Ну, как житель Как житель города Вы можете заявлять Собственно, да Ну, и опять же Так как депутат Получая обратную связь От жителей От жителей округа, города Всех позиций однозначно Павел Дорофеев Депутат областного Законодательного собрания Фракции «Справедливая Россия» Это его особое мнение сегодня Середина часа Реклама у нас сейчас Традиционная будет И мы продолжим Через полторы минуты Особое мнение На 101FM Особое мнение Павла Дорофеева Мы сегодня слушаем Депутат Законодательного собрания Кировской области Хотелось бы затронуть Тему хоккейного клуба «Родина» Снова в конце года И в начале нового 2018 года С тревогой Стали говорить о судьбе Нашей пока Профессиональной команды Долги Проигрыш за проигрышем И так далее Вот в частности Глава администрации Илья Шульгин В нашем эфире заявил о том Что в любительский статус Перевести команду Вы согласны с этим мнением? Ну а что В понимании любительские Вот для меня Ну когда в суперлеге Она не будет участвовать Ну я считаю Что любительские Это что Тут в первую очередь Надо понимать Тогда хоккеисты будут Как играть И работать На профессиональной основе Это у них будет Мне кажется нет У них будет какая-то Другая работа Конечно А это в качестве хобби уже Скорее всего Это приведет к закрытию команды Но опять же Возможно наоборот Тогда потянутся любители Которые на самом деле Любят это дело И для них будет Задача в первую очередь Не финансовый показатель А именно Личное достижение И возможно Даже будет более эффективно Тут сложно рассуждать Но я одно могу сказать Что моя позиция Что хоккей Клуб Родина Не должны никак финансироваться Из областного бюджета Из бюджета города Кирова Тут все же должны быть Либо какие-то спонсоры Люди которым это интересно На направлении Вот моя четкая позиция Но опять надо же Понимать Если это станет Любительская команда То у нее там Не будет таблицы Показателей каких-то Где смогут найти Такого спонсора Ведь все же Сегодня нет предприятий У которых просто Лишние деньги Они как от нечего делать Решили кого-то спонсировать Или им просто нравится Какие Конечно Эти предприятия В первую очередь Преследуют цель Это и пиара И имиджа Для них тогда Важны показатели Поэтому очень спорный вопрос Тут должны заниматься профессионалы Именно Кто понимает В экономике Спорта Хоккея Профессионалы От хоккея Говорят Что должна быть Все-таки Команда Самого высокого уровня И это важно В том числе И для молодых Для юных хоккеистов То есть они видят Что вот у них есть Старшие товарищи Они выступают На самом высоком уровне И выступают хорошо И это Это их сподвигает К тому Чтобы заниматься И тоже идти К таким высотам Ну значит Нужно искать спонсоров Которые готовы Поддерживать Данную команду В регионе И ративать Ну то что Насколько я знаю Там последние результаты В основном Проигрышные Да У нашей команды Не в основном А стопроцентно Сто процентов Ну это конечно Наверное Все в совокупности Влияет И финансирование Да И там Проблемы Которые сегодня Там сложились Вокруг команды Поэтому Ну Надо как-то Выходить из ситуации Ну вот я говорю У меня единственная Позиция Что вообще Спорт Вот такого уровня Не должен финансироваться Из бюджета Это я считаю неправильно Ну и еще Конечно вопрос Меня лично волнует Откуда вообще Такие цены В профессиональном спорте Когда столько нужно вносить Эти орг взносы И так далее В общем Дорогое удовольствие В общем Профессиональный спорт Ну да В России Я не знаю Как в других странах Но вот у нас Именно о таких суммах Идет речь Ну кстати Накануне Была информация О том Что часть долгов Родину погасила Это долг перед Федерацией хоккея С мячом 6 миллионов рублей Источник Собственно финансовый Неизвестен Тут в СМИ Не сообщался Хочется напомнить Уже ближе к концу Вашего Павела Особого мнения О том что На нашем сайте Кирова.ру Есть специальная форма Для того чтобы Слушатели могли задавать Вопросы Вам И другим гостям Особого мнения Вот есть вопрос От Михаила От Михаила Такая претензия поступила Добрый день Павел Справедливая Россия Всегда была против Единой России Как партии Против Как партии Жуликов и воров Вот И понимая что Наш президент Опирается именно На единую Россию А теперь Справедливая Россия Заявили о поддержке Владимира Путина Вы за кого Интересуется Михаил Да действительно В конце декабря Сергей Миронов Лидер партии Сказал что Будет поддерживать Справедливая Россия Путина Как самовыдвижен Хочу отметить Да у нас был Съезд в конце Декабря 2017 года На съезде Я присутствовал Было принято решение Поддержать действующего Президента Владимира Путина Основная причина Да и позиция Такова что Сегодня Ну надо понимать Что рейтинг Главы государства Очень высокий Это конечно Связано и с Присоединением Крыма И там С борьбой Международным терроризмом Это и с позицией По Украине И там рядом Других причин Поэтому Тут надо понимать Что хочет партия Либо Получить какой-то пиар Поучаствовать В выборной кампании Либо в первую очередь Реализовать свои цели И программы А Как вот Я знаю Насколько я знаю Было проанализировано Майские указы президента Так вот 60% майских указов Совпадают С программой Партии Справедливая Россия Поэтому 60% Но ведь не 100 Ну 60% Это тоже немало И у нас в первую очередь Все же цели Это реализовать свои цели Задачи и программу Поэтому у нас появляется Возможность сегодня В ближайший президентский срок Включить свои программы И добиваться их реализации Вот А 12% В первую очередь Самое важное Ну и конечно Самый главный фактор Что Все же Владимир Путин Выдинулся не от партии Единая Россия Выдинулся самовыдвиженцем Вот Поэтому Что мы не поддерживаем Партию Единую Россию Ну Тут как бы Абсолютно разные вещи Мы поддерживаем президента Действующего Владимира Путина Поэтому Ну вот Основная у нас Позиция такова То есть я правильно понимаю Что позже Там появится уже Более подробная информация О том А что конкретно Справедливая Россия Будет собственно Да Просить Или требовать За то что она поддерживает Путина Конечно Но это в любом случае Будет какие-то Да конечно Мы уже и на сезе Об этом поднимали вопрос Что надо разработать Конкретные уже Там цели Программы И добиваться Чтобы их включили Как минимум В предвыборную кампанию Ну и конечно Как максимум В работу на ближайший Президентский срок Ну что в принципе Это уже и делаться И разрабатываться А что у нас В ближайшее время В ближайшие месяцы Будет в регионе происходить Как будет работа Вестись вот именно Справедливая Россия Предвыборная Ну я сейчас Не могу вам сказать Потому что еще идет Сбор подписей Но вот Не все кандидаты Еще там зарегистрированы И на сегодняшний день Там у нас В региональном отделении Партии Справедливая Россия Нет никакого Принятого решения Как будет вестись Предвыборная кампания Там будет какая-то Работа производиться Там поддержку Действующего президента Ну и Либо вообще Какую-то работу А подписи вы не собираете? Подписи мы не собираем Не собираете? Просто коллеги-то Другие уже есть Занимаются этим Ну так как мы Не выдвигаем своего кандидата Ну и опять же Мы выдвигаем И парламентская партия Нам нет необходимости Сбора подписи Поэтому на сегодняшний день Пока работа не ведется Мы начинали нашу программу С итогов 2017 года Сейчас хотелось бы Поговорить все-таки О планах На 2018 И интересует меня Конкретно задача Которую Справедливая Россия Будет в нашем региональном парламенте Ставить Ну да Что сейчас у вас На уме? Хочу сказать Что в первую очередь Мы конечно будем Выдвигать много инициатив Сейчас их разрабатываем Будем поддерживать инициативы Наших коллег из Государственной Думы Ну хоть озвучьте Хоть какие-то из них Чтобы люди понимают Сейчас например Выдвигается инициатива О компенсации Не проиндексированной пенсии Которые были там За последние годы Так например В 2015 году Индексация пенсии Составила 4% А инфляция была 12,9% Самая высокая инфляция За последние годы Да Мы считаем Что это несправедливо Когда правительство Идет по тому пути Что индексируют пенсию Меньше чем Была реальная инфляция В стране Хотя у нас Ну мы все видим Что все дорожает Поэтому будем добиваться А это как В форме единовременной выплаты Что ли Да В виде компенсации Уже внесены законопроекты В Государственную Думу Ну и конечно Мы очень бы хотели Чтобы законодательное собрание Кировской области Поддержало данную инициативу Так мы сейчас Изучаем проблему Кировской области И также будем Готовить законопроекты По проблеме Погорельцев Сегодня Те погорельцы У которых Жилье не являлось Аварийным Они сегодня Не могут претендовать На внеочередное Выделение Жилой площади Я считаю Что проблема Серьезная А сколько она актуальна Для нашего региона Она очень актуальна Актуальна Многие таких случаев Когда сгорает Хорошее жилье И люди Ничего не могут Получить взамен Проблема есть Так же сейчас Изучаем проблему Управляющей компании Именно Проблема того Что ресурсы Можно я немножко Съязвим Не проблему Управляющей компании Потому что Управляющая компания Зачастую Это сама по себе Проблема Проблема в сфере Управляющей компании Вот есть проблема Что ресурсники Не получают Срисоват Управляющей компании Сейчас уже Законодательно Разделены счета На которые поступают Деньги Которые Управляющие компании Не могут потратить На иные сели А там Ну так же сейчас Все переходят На прямые договора Ну, есть такая, опять же... Ну, не все, но желающие, да. Да, ну, сегодня существует, насколько мне известно, проблема, что аффилированные обслуживающие организации этих же управляющих компаний в судебном порядке. Суд подает на управляющую компанию на взыскание каких-то там задолженностей по завышенным порой услугам. И в судебном порядке, в первую очередь, получают средства, а ресурсники тогда не могут получить эти средства. Но вот это, опять же, появляются различные лачейки, которые мы хотим пресекать на законодательном уровне. И тоже вот эту проблему сейчас изучаем, будем выносить какие-то инициативы. А молодежь будет ли находиться в поле вашего зрения в этом году? Молодые люди, молодые родители, работники. Вот человек-то молодой еще. Ну, на самом деле... Что для них, может быть, сделать хотите? Еще и когда я являлся председателем молодежной общественной палаты, мы выдвигали инициативы, которые в дальнейшем были проработаны и приняты. Это поддержка молодых семей в сфере ипотечного кредитования, вот когда первоначальный взнос выдавался беспроцентный займ на первоначальный взнос. Поэтому такие же подобные инициативы мы сейчас разрабатываем, изучаем проблематику, какие там проблемы у молодых семей в регионе. Вот поэтому инициативу будем выносить. Конечно, многие поддержки были урезаны в последние годы, потому что финансирования не хватает. Но мы в любом случае не будем останавливаться, будем постоянно их выдвигать и надеяться, что когда-то будем услышаны. Ну, вот я говорю, в плане поддержки молодых семей планируется несколько инициатив, как вот и в ипотечном кредитовании, так и получение жилищных поддержки. Ну, будем работать в этом направлении. У нас остается несколько минут до конца беседы. Вы поучаствовали в опросе Вятского государственного университета? Я еще раз ссылочку отправлял вам, мы вчера говорили о нем в программе «Дневной разворот». Ну, я напомню, да, опрос такой подготовил очень основательный наш опорный ВУЗ, более 100 вопросов с той целью, чтобы узнать, как кировчане, собственно, оценивают условия проживания в конкретном микрорайоне, в конкретном доме, в конкретном городе, там, любимые парки, места какие-то, уровень криминогенности и так далее и тому подобное. Поучаствовали? Я, на самом деле, еще не поучаствовал, но считаю, что идея отличная, как минимум она не будет лишней, городская администрация сможет посмотреть дополнительный срез, какой-то анализ. Ну, было бы еще неплохо, если бы студенты данной проблематики, которую они получат, предложили бы какие-то пути решения, там, пускай, возможно, администрация города, там, и не всеми воспользоваться, ну, это было бы интересно. Это вы считаете, что именно университет должен это сделать? Ну, я считаю, было бы интересно, если бы они предложили какую-то свою позицию, да, пускай администрация города из-за этого бы взяла, там, даже 10% каких-то идей, да, ну, я считаю, что одна голова хорошо, а две лучше, почему бы и нет. Ну, вчера представитель университета, да, говорил о том, что там будет попозже все-таки сделан очень подробный анализ результатов, и там прям вот будет видно, где основные проблемные места, и, мне кажется, там уже будет какое-то понимание того, как это все исправлять. Ну, вот вы общаетесь с избирателями, вот, все-таки опросы такой более объективный способ выяснения мнений, или все-таки общение прямое с избирателями, вы как депутат? Ну, я считаю, и то, и другое абсолютно, там, в комплексе, потому что, конечно, опросы, он, я говорю, тут надо говорить о его эффективности, там, да, мы, как он проводится, хотя, конечно, это тоже очень хорошая информация, и она, в принципе, это полезная, вот, ну, прямое общение, это уже конкретно получаешь человека, проблему детально, это, наверное, все же более эффективно, но, опять же, это менее масштабно, потому что опрос можно провести, там, 2000 респондентов опросить за неделю-две, а за две недели, там, вживую можно пообщаться, там, с 10 человеками, поэтому, конечно, тут, я считаю, что надо и тот, и тот результат обобщать, ну, вот, и получать уже такой хороший результат. Ну, я говорю, было бы неплохо, если все же студенты университета предложили бы... Ну, не только студенты, ученые, сотрудники. Ученые, потому что ведь все равно, там, опять же, если это молодежь проводит, там, студенты, то, там, через несколько, там, десятилетия у них, там, в своей семье дети появятся, которые в этом же городе будут жить, и я думаю, что, в первую очередь, и они должны принимать участие в судьбе нашего региона и города. Кстати, мы, да, общались с вами тоже в особом мнении в прошлом году, и вы рассказывали о тех проблемах, с которыми идут избиратели, жители округа, ничего не меняется по-прежнему? ЖКХ, дороги? Ну, конечно, да, ну, там, какую-то проблему мы бы, там, в округе решили, люди пришли с новой проблемой, там, одну решаем, новая появляется. Ну, в любом случае, я считаю, что, вот, мне там, многие иногда спрашивают, ты в своем округе, там, где-то вы качельку поставили, еще, еще что-то сделали, ну, это вроде все мелочно, там, занимаетесь, там, непонятно чем, ну, а я не считаю, что мелочно. Сегодня качельку поставили, там, в следующем году еще что-то сделали. Теория малых дел. Ну, лучше шагово, маленькими шагами, ну, вперед, нежели стоять на месте, ничего не делать. У меня позиция всегда такая. Павел Дорофеев, депутат областного законодательного собрания, истекает время нашего разговора. Спасибо, всего доброго. Спасибо. До свидания. Всего доброго.